Славься, Бог, разумитель, я сытый, И покоряйтеся, я кознам веков. Сегодня Православная Церковь вспоминает святую Анастасию Римлянаню. Она рано осиротела и воспитывалась в монастыре вблизи Рима. Девушка была очень красивой, и многие знатные горожане просили ее руки. Анастасия отказывала всем, предпочитая остаться невестой Христовой. В то время император Декий начал жестокое гонение на христиан. Язычники вытащили святую Анастасию из монастыря и привели к правителю города. Они обвиняли ее в том, что она не только презирает знатных и богатых женихов, но почитает за Бога распятого Христа. По приказу императора Анастасию подвергли жестоким пыткам и затем казнили. Митрополит Нижегородский Арзамаский Георгий совершил чин освящения креста и колоколов для звонницы, восстанавливающегося храма в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. На богослужении молились члены инициативной группы по возрождению храмов Нижегородской земли, воспитанницы Нижегородского женского духовного училища, строители и реставраторы этой церкви. Митрополит Нижегородский Арзамаский Георгий совершил чин освящения закладного камня в основании строящегося храма-часовни в честь святителя Николая Чудотворца. Часовня будет возведена на улице Пожарского. Раньше на этом месте был расположен один из древнейших погостов города. Митрополит Нижегородский Арзамаский Георгий совершил божественную литургию в храме в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость. Богослужение состоялось в престольный праздник этой церкви. Владыки сослужили благочины Нижегородского округа протеерей Алексей Парфенов, настоятель храма иерей Александр Калаганов и другие клирики Нижегородской епархии. В начале ноября митрополит Нижегородский Арзамаск, Георгий осветил Ресурсный Центр по духовно-нравственному воспитанию молитовского благочиния. Центр существует уже три года. За это время здесь прошли профессиональную подготовку десятки педагогов основ православной культуры из школ Ленинского района. Ресурсный Центр – это место, где преподаватели могут получить ответ на любой вопрос. Он обладает огромной методической базой, разработками уроков по основам православной культуры, огромным арсеналом мультимедийных, новых каких-то ресурсов, периодическую печать мы постоянно получаем. То есть вот такой вот Центр по координации работы духовно-нравственного развития в Ленинском районе. Директор Центра Таисия Лебедева уверена, что все эти ресурсы педагогам очень нужны. Кроме того, преподаватели посещают здесь специальные семинары. Иногда им могут понадобиться индивидуальные консультации. Ведь каждый учитель хочет говорить с детьми о православии на простом, доступном им языке. И у многих преподавателей это получается. В детях, знаете, когда на уроке, на уроке извиняющая тишина. Когда дети с таким вниманием слушают вещи, которые мы им рассказываем, и очень активно их обсуждают, очень активно включаются в процесс. То есть вот, мне кажется, вот это самый большой успех – заинтересованность детей. Иногда вот они такие подвижные, шустрые, придумывают различные прозвища, как-то друг друга обижают. А вот, посидев на этих уроках, послушав, что это грех хуже, как там говорится. И поэтому ребята меняются. Меняются в лучшую сторону. Становятся добрее. По словам владыки Георгия, сотрудники ресурсного центра сделали уже немало. Но это только начало пути. Ведь предмет «Основа православной культуры» совсем недавно появился в школьной программе. Главное – неподдельный интерес детей к этому уроку и желание педагогов работать над собой. «Не так страшен поп, как его молюют» – фраза, которую меньше всего ожидаешь увидеть в качестве слогана православного сайта. Но именно такой девиз взял себе ресурс «Отцы.ру». Этот сайт создан для того, чтобы развеять мифы и слухи, связанные со служителями церкви. Аудитория ресурса – неверующие или сомневающиеся в православии пользователи интернета. Зайдем в раздел «Отзывы о священниках», где есть много историй, присланных посетителями сайта. Здесь можно прочитать мнение о батюшках из России, Украины и Казахстана. Люди рассказывают и о том, как они пришли к Богу. Еще одна рубрика называется «Мифы о священниках». Их по версии авторов сайта шесть. Например, «Все священники ездят на иномарках» или «Все священники мало работают». Здесь же вы узнаете, почему эти утверждения являются мифом. В разделе «Видеозаписи» священнослужители отвечают на вопросы авторов сайта. Вопросы самые разные. Сколько длится рабочий день батюшек? На какой машине они ездят? Что самое трудное в монашестве? Или почему у священников такой большой живот? Дело в том, что, к сожалению, сами условия жизни священника предполагают очень, так сказать, неправильный образ жизни с точки зрения питания. Но верующие люди знают, что священник, когда служит литургией, он не может вкушать никакой пищи, не пить ни гладко воды до того, как закончится служба. Служба очень часто вместе со всеми вытекающими, большими требованиями, молебными, манихидами заканчивается во второй половине дня. И очень часто священник первый раз в течение дня садится за стол во второй половине дня. И любой врач скажет, что это уже, насколько это не полезно, вот такое питание. Я добавлю к этому, что служба отнимает столько сил из священника, столько энергии, что аппетит бывает очень-очень хороший, когда садишься за стол. И удержать себя в рамках иногда бывает не так просто. Также на сайте есть и популярные в сети демотиваторы. Вот, к примеру, некоторые из них. Православные священники трудятся не для того, чтобы мы их любили. Скорее, для того, чтобы мы любили Бога. Неоправданная неприязнь в церкви часто мешает человеку получить ту духовную помощь, в которой он нуждается. Субтитры создавал DimaTorzok